Валентина, здравствуйте. Елена, здравствуйте. Василий, добрый вечер. Вот ну давайте начнем сегодня 13 февраля 23 года ну и первая часть традиционная до доброго вечера по технологии потом новости вот ну и в конце такой попробуем олега все-таки достать сегодня на на яхте в дубае вот у них там вечер такое вечернее мероприятие на воде вот там и аня наша с испании вот и наталья вот олег и вьетнамцы киргизы вот ну и в общем то попробуем не факт что получится вот потому что там ну все-таки на воде могут быть там свои какие-то условия либо там с интернетом либо что-то еще но в общем подождем попробуем подключиться ну давайте пока начнем так зовут меня Алексей Новомович по 2014 года являюсь партнером по продвижению и технологий вот ну и как обычно мы начинаем с проблем транспорте ну естественно это всем уже известное особенно среди наших участников уже неоднократно мы все это слышали проблема современного транспорта на связанные с дорогами то есть пробки на дорогах аварийность смерти там ну в общем очень много проблем которые связаны именно с перенаселением то есть раньше когда машин было мало проблем было мало вот с увеличением количества машин в общем-то выросло количество проблем вот это один аспект второй аспект естественно это грузоперевозки то есть это огромные порты не забитые вот такими вот контейнерами прям их много-много здесь вот на картиночке вот ну и вообще-то все это надо разгрузить разложить правильно отправить вот ну и грузы теряются долго идут в общем то тоже отдельно такая глобальная проблема следующая проблема связана с с природными воздействиям то есть это заносы песчаные заносы это снежные заносы это где-то разливы то есть в общем то все что связано с природными явлениями вот ну и дальше переходя это естественно и нефти разливы это и выхлоп в городах вот в общем то всем всем известные нам такие ежедневные проблемы ну и помимо того что сам транспорт связан с эксплуатация связана с проблемами также есть проблемы и в его строительстве то есть оказалось бы обычно дорогу асфальтную чтобы проложить целый комплекс мероприятий и по вырубке леса по выемке почвы создание специальной подушки в общем то тонны песка тонны асфальта в общем то щебня и так далее и так далее то есть это очень такое получается в итоге масштабное мероприятие то есть мы эти дороги строятся годами вот ну да потом по ним можно ездить вот но долго-дорого неэффективно то есть это тоже влияет на и на в общем то и на экономику и так далее на жизнь людей вот ну и не говоря уже про дороги которые строятся в горах то есть чтобы прорубить тоже сложное мероприятие тоже годами строится все это дело вот ну и здесь мы видим на картиночке дали надземный транспорт тоже такой массивный не 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 эффективный в общем то согрой тоже с большим количеством возможных минусов вот и тоже иногда сравнивают с канатными дорогами канатные дороги на самом деле они до решают хитарят проблем таких связан как где-то перепели переходы горные какие-то места вот но тем не менее они решают их не столь эффективны как как можно было бы решить вот более долговечно с большими скоростями может быть то есть ну и в общем то насколько я помню вот последних цифрах где-то было в интервью юницкого только запрос на канатной дороге был что-то порядка там по 10 миллиардов долларов что-то в этом роде в принципе таких проблемных участков их хватает вот ну не хватает получается даже несмотря на то что эти технологии вроде как существует но они тем не менее спрос на них есть он не закрыт вот их нужно естественно закрывать вот ну и переходя к решая в общем то в ряд проблем обозначен вот есть решение этих проблем вот есть идеальное транспортное средство не побоюсь этих слов вот это струнные транспортные системы skyway либо юскай как он сейчас называется вот ну и технология уже проверена временем с 2018 года функционирует в мариной горке несколько видов есть подвижного состава ну и вот говоря почему он струнный потому что в струнном рельсе вшита струна в общем то который позволяет сделать струнный рельс очень длинным при этом гибким с необходимым жесткостью то есть это прям такое универсальное средство вот и мы видим здесь пролет в 400 метров ажурная такая ниточка по которой перемещается электромобиль на стальных колесах в полном автопилоте в общем то здесь ну вот самое самое можно сказать современное что есть на сегодняшний день вот ну и говоря вообще про сам принцип надземного транспорта то есть очевидно здесь наверное особо нет смысла вдаваться подробности да ну дорога которая находится над землей вот нет необходимости зарывать неровности или срезать какие-то горы то есть вбиваются и ставятся какие-то опоры и сверху идеально ровное полотно по которому можно ехать идеально комфортно быстро вот и так далее и так далее вот ну и вот мы видим здесь три вида путевой структуры то есть в серединке видим жесткую где можно ехать и сверху и снизу сверху это полужесткая то есть это для каких-то таких ровных пространств то есть может быть где-то в городе и так далее ну и снизу видим гибкую то есть это для больших расстояний вот как было на предыдущем слайде допустим с пролетами там 400-500-1000 метров ну и так далее вот ну и тоже вот здесь мы картиночки уже действующую станцию действующая трасса сверху высокоскоростной снизу городской высокоскоростного скорость заложенная скорость до 500 км в час городского транспорта до 150 км в час вот недократно уже мы с партнерами ездили все это тестировали, снимали, делали ролики ну и вот уже одно из последних летом в хорошую погоду вот тоже вот можно и потрогать и проехать и так далее вот ну и автором технологии струнного транспорта является Анатолий Эдуардович Юницкий который в общем-то всю свою жизнь посвятил в тематике транспорта в принципе он доктор философии транспорта написана не одна книга проведено тысячи наверное экспериментов вот были ошибки были провалы, были взлеты и падения естественно это как у любого инженера изобретателя без этого никак вот ну и то что мы сегодня на сегодняшний день видим это в общем то можно сказать продукт сорокалетнего труда вот ну и тоже огромное написано то что я говорю книги написаны струны транспортной системы на Земле и в космосе вот ну и ну вот еще одна книжка инженер есть еще более новая книжка инженер нового мира черненькая в общем то книг написано много информации можно изучать ну прям очень долго вот ну и переходя к каким-то таким техническим аспектам то есть коэффициент динамического сопротивления высокоскоростного транспортного средства ну почти в 10 раз лучше чем у обычного автомобиля ну в общем то что и позволяет ему заложить скорость до 500 км в час вот ну и двигаясь дальше да раньше спрашивали упадет не упадет но в общем то ничего не падает что есть специальные поддерживающие такие вот ролики плюс каждый мотор колесо это по сути дела отдельный двигатель отдельный мотор вот у которого высокая коэффициент полезного действия ну в общем то все в совокупности аэродинамика плюс мотор колесо плюс легкосплавные материалы какие-то все это дает очень большой эффект по энергосбережению ну вот мы видим допустим юнебаз на 14 человек при скорости 100 км в час на 100 км у него расход где-то полтора литра топлива то есть в переводе на литры то есть это очень-очень мало то есть даже по сравнению с обычной маршруткой ну почти наверное в пять раз не не пять ну да наверное пять раз может даже больше в шесть раз экономичнее чем обычная маршрутка вот ну и говоря про тоже высокоскоростной транспорт то есть ну про 500 км в час в принципе может не считать только наверное авиация вот ну и пару японские там какой-то был испытание до 500 вот но это очень редко ну а здесь в общем то 500 км в час это дело времени ну в общем то сейчас на 15 этап у нас чуть позже поговорим вот как раз таки необходимо достроить ту трассу чтобы эту скорость как раз таки и показать вот ну и говоря про подводя итог то есть капитальные затраты зелененькая это как раз таки транспорт струнный транспорт skyway либо юскай вот и капитальные затраты зелененькие мы видим минимальные то есть стоимость строительства здесь по сути дела она несколько раз меньше чем допустим там поезд на магнитной подушке либо монорельс либо надземное метро то есть это все намного стоит дороже чем струнный транспорт вот эксплуатационные расходы есть тоже минимальные то есть нет необходимости чистить от снега от песка когда там особо эксплуатировать либо латать дырки то есть тоже ну как в асфальте у нас мы привыкли то есть минимум эксплуатационных расходов Расход энергии минимальный, так как это по сути дела электромобиль на стальных колесах с функцией автопилота. Здесь все автоматизировано просто по максимуму, поэтому здесь минимальный, плюс легкосплавный материал, идеальная аэродинамика. То есть, в общем-то, все это дает такую синергию, очень хорошую эффективность. Пропускная способность при этом при всем максимальная, то есть даже больше, чем в метро в Минском либо Московском. Ну, а загрязнение кружающей среды, соответственно, минимальное. То есть, в принципе, все транспортная аварийность тоже на минимуме. Просто за счет поднятия над землей мы избегаем столкновения с людьми, животными, другими транспортными средствами. Но, в общем-то, всем, что движется у нас по планете, по земле, мы поднимаемся над этими всеми проблемами. Транспорт поднимается и, в общем-то, функционирует сверху абсолютно безопасно. Ну, и, в общем-то, все это позволяет еще раз подытожить, что транспортные системы, струнно-транспортные системы Юскай – это идеальное транспортное средство, которое соответствует всем требованиям 21 века. Огромный потенциал, огромные перспективы, огромные рынки. Ну, и, в общем-то, дело за малым. Вот. Уже создан целый ряд подвижных, непосредственно передвижных капсул модулей. Вот. И на два человека, на шесть, на четырнадцать, на двадцать четыре, на тридцать два. То есть, в общем-то, любую задачу можно решать. Ну, и то же самое касается и грузовых, в том числе даже контейнерной перевозки, которые изначально не были включены в план. Вот. Но вопросы задаются, можно ли, нельзя, надо решать вопросы. Да. Даже такие тяжелые контейнеры. Сейчас строится трасса. Вот. В принципе, мы наблюдаем за ее ходом строительства в Шарже. Вот. Ну, опять, вот, красивая картинка, небольшой взгляд в будущее. То есть, как транспортная система будет функционировать где-то наверху, на втором уровне. Вот. Ну, а люди будут снизу ходить, играть в футбол, детишки будут бегать. В общем-то, животные будут ходить спокойно. Вот. И никому, никто никому не будет, друг дружке никто не будет мешать. Вот. Ну, естественно, за 40 лет огромное количество полученных сертификатов и пройдено испытаний. И вот мы видим даже здесь вот тот самый ТЮВ, вот, который в последнее время нас сертифицирует в Объединенных Арабских Эмиратах. Он здесь тоже есть, хотя это был еще полученный белорусский сертификат. Вот. Ну, и патенты, награды, дипломы. То есть, в общем-то, все это есть. Можно посмотреть в открытых источниках, ну, либо в офисе заустроенной технологией. Вот. Дипломники, студенты защищают дипломные работы. Вот. Проводится такой, как это называется, подписанное соглашение с некоторыми институтами белорусскими, вот, по обмену кадров, кадрами. Вот. То есть, тут и инженерные кадры, и вот в данном слайде мы видим юридические кадры. То есть, кадры нужны тому, как целая формируется отрасль, можно сказать, отдельная, вот, которой нужны квалифицированные кадры. Ну, и, в общем-то, такая работа, она ведется на уровне вузов, вот, с которыми заключаются дополнительные соглашения. Вот. Ну, и вот, в том числе, бизнес защищал в 2018 году дипломную работу и я, как в рамках получения второго высшего образования по тематике финансы. То есть, тоже это был бизнес-план строительства грузопассажирской трассы по технологии Skyway, заустроенной технологией. В общем-то, это строительство трассы из Минска в аэропорт. То есть, где делал тоже расчет эффективности использования транспортных систем, тогда назывались они Skyway, сейчас называется U-Sky. Вот. Ну, и продолжая тематику этой научной деятельности, то есть, компания-разработчик получила аккредитацию в Национальной Академии Наук, вот, и Государственном Комитете по Науке и Технологиям. То есть, это позволило получить статус научной организации. То есть, это заустроенная технология является девятой по счету организацией, которая получила такой редкий для частных структур статус. Вот. Ну, и, в общем-то, с 2020 года, вот, она была, наверное, вообще единственной, кто это получил. Вот. То есть, ну, ведется большая не только инженерная деятельность, но и в том числе и научная. То есть, делаются доклады, защищаются какие-то работы, ноу-хау и так далее. Вот. Ну, и, да, мы тоже следим за тем, что, в общем-то, получаются новые аттестаты. Вот. И компания, так как транспортные системы, струнные транспортные системы, это не просто кабинки там какие-то, это целый комплекс. То есть, и, в общем-то, и путевая структура, и кабинки, и модули для управления, и пересадочные какие-то станции. То есть, это целый комплекс, в общем-то, архитектурных объектов, которые необходимо будет создавать в дальнейшем. То есть, и под это тоже получаются необходимые лицензии. То есть, повышаются категории на право выполнения различных функций, там, генерального подрядчика, вот, и разработки отделов проектной документации. Ну, вот, в частности, допустим, здесь мы видим функции генерального проектировщика на право разработки разделов проектной документации для объектов строительства первого или четвертого класса сложности. То есть, можно разрабатывать документацию, ну, первый класс, это вплоть до таких объектов, как атомные электростанции. То есть, это очень-очень серьезный уровень, вот, и за это тоже, в общем-то, является такой статьей дохода, вот, про которую мы сейчас и поговорим. То есть, вот, мы видели 2000, за 2021 год бухгалтерский баланс, вот, ну, и у нас этих балансов выкладывается ежегодно. Вот, сейчас мы ждем баланса 2022 год, вот, ну, уже в своем интервью, на прошлой неделе Анатолий Гардача озвучил, что уже он ожидает прибыль за 2022 год больше, чем за 2021 год. А это, ну, если так вспомнить предыдущий отчет, это больше 30 миллионов рублей. То есть, это больше миллиона до ежемесячно. То есть, это, ну, уже такой достойный результат. Пока еще на окупаемость, скорее всего, что, на самоокупаемость еще не вышли, но уже могут быть такие вот первые предвестники выхода на плюс. Так, ну, и продолжая, да, что он находится у нас в Минске, то есть, это и собственное здание на Чеботарева, это и собственное здание на железнодорожной 33, где находится, в общем-то, сейчас весь кадровый состав. Вот, инженеры, дизайнеры, бухгалтерия, то есть, в общем-то, все, 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 то есть, более 600 человек находятся в этом здании. Вот, ну, и там, в общем-то, голова, мозги наши, а здесь у нас находятся руки, вот, которые непосредственно собирают все, что там нарисовали и разработали. Здесь ручками собирают, ну, не только ручками, но еще и специальными станками. И, в общем-то, в дальнейшем на поле и на горке все это испытывают, демонстрируют, тестируют. Ну, вот, когда мы были 20 января как раз-таки на экскурсии, вот, мы видели, приехали просто в рабочий день, и там одновременно тестировали Юнибус, вот, и Юкар. Вот, и на разборке стоял городской Юнибус большой, вот, то есть, в общем-то, происходит постоянная модернизация, улучшение, там, ну, в общем-то, есть, постоянно есть что совершенствовать. Вот, ну, и в такие экскурсии, в принципе, уже у нас проводятся не первый раз, то есть, кто, кто желает участвовать, обращайтесь. Вот, будут еще группы в этом году, вот, уже сегодня спрашивали, там, группы из России тоже, чтобы приехать сюда, и, возможно, будут при Балтике тоже приедут через пару месяцев. Ну, в общем-то, уже, возможно, Киргизстан тоже будет, то есть, в принципе, группы формируются, вот, ну, и с вашими кураторами можете связаться, если у нас кто-то есть из гостей, вот, и, ну, согласовать даты, возможно, приезда. Вот, ну, и в 2019 году, когда была технология демонстрирована в Беларуси, ею интересовались в Объединенных Арабских Эмиратах, вот, ну, и предложили построить Торий. То есть, выделили бесплатно, абсолютно бесплатно, огромный участок земли, там, по-моему, около 300 гектаров, вот, ну, и, в общем-то, под этот участок был разработан план, значит, активное строительство. Ну, и, в общем-то, весь 2021 год прошел, как раз-таки, под, вот, демонстрацией возможностей струнного транспорта. Были портажи по всему миру, то есть, это Южная Америка, и Северная Америка, и Азия, и Африка, то есть, и CNN, там, ну, в общем-то, все телеканалы трубили про такую новинку, про такой чудный, дивный транспорт. Вот, ну, и потом это все плавно перешло в выставку, посвященную 50-летию Дубая, это Экспо-2020, где, в общем-то, более 100 правительственных делегаций попали в центр сертификации сюда, вот, прокатились, посмотрели, обменялись контактами, то есть, это были делегации, вот, ну, мы видели там и из Ганы, и европейские делегации, и индийские, и арабские, и австралийские, и Великобритания, то есть, и, там, министерство, там, всевозможное, там, вот, туризма Индии. Ну, в общем-то, тут можно перечислять очень долго, то есть, более 100 делегаций, которые посетили за все это время. Ну, и, в общем-то, модель струнного транспорта разместили в центральном корпусе SRTI, это научно-исследовательский институт в Шарджи, в общем-то, под крылышком которого там и, в общем-то, разместился наш полигон. Вот, ну, и тоже проводится обмен студентами не только с белорусскими вузами, но в том числе, вот, приехала делегация из Индии, то есть, там тоже нужны, то есть, в общем-то, кадр и потенциал, он по всему миру будет восстановлен. Вот, поэтому, вот, такие вот идут движения. Вот, ну, и осенью мы видели, опять же, как в Берлине выставили юнибайк. Вот этот юнибайк был когда-то в 2016 году выставлен. Вот, ну, и уже по инициативе Министерства транспорта Дубая, вот, они предложили сделать это еще раз, уже полностью под их, до их счет, их кадры были, то есть, в общем-то, ну, в общем-то, было тоже достойно представлено, красивые макеты. То есть, не так, как некоторые конкурирующие показывают только виртуальную реальность, у нас уже готовые образцы, живые, действующие, то есть, все это было продемонстрировано. Вот, ну, опять же, и огромное количество интервью на радио, вот, и Олег Зарецкий великолепно представляет нашу технологию, вот, и на телевидении, где наш транспортный модуль, это, в общем-то, как одна из наилучших, наверное, самых, самых изюмистых, изюмин. Вот, среди научно-исследовательского парка в Шарже, вот, в общем-то, они с гордостью сюда показывают, вот, демонстрируют, и, ну, вот, такие вот репортажи появляются. Вот, ну, и, опять же, проводятся не только в рамках парка в Шарже демонстрации, но также и выезды, вот, в Индонезии, пример. Опять же, вот, видим здесь пробка в Индонезии. То есть, ну, вот так вот смотришь, ну, у нас на дорогах такого не увидишь, но вот Индонезия, пожалуйста, Джакарта, мы видим пробку из мотоциклистов, ну, то есть, тут даже не то, что мотоциклы не проехать, да, тут даже, по-моему, и не пройти, то есть, это просто, ну, ужасного рода пробки, вот, ну, и, в общем-то, Индонезия одна из тех стран, которая подписала соглашение сотрудничества, и, ну, сейчас, в общем-то, прорабатываются возможные адресные проекты. Вот, ну, и, да, ну, то есть, Олег Зарецкий у нас путешествует много где, то есть, и в Африке, и в Индонезии, вот, был последний визит в Испанию, вот, в общем-то, мы в прошлый раз поговорили про то, что подписан договор с проектом Peace City World, вот, который создан с целью продвижения и реализации идей новой городской концепции, вот, ну, и, в общем-то, у них в планах построить Peace City, такой, новый концепт городов до 10-20 объектов на 5 континентах в ближайшие 10 лет. То есть, и, в принципе, струнные технологии могут быть заложены туда как элемент транспортной системы, то есть, это тоже такое очень интересное направление. Вот, ну, и параллельно со всей вот этой технической частью ведется и, в общем-то, прием групп, вот, группы, в частности, из Вьетнама приезжали в Беларусь. Вот, ну, группа вот наша, белорусская, посещала как раз-таки 20-го января, немножко снег уже тогда сошел, то есть, была оттепель, вот, но, тем не менее, все работает, строится. Ну, и, в общем-то, всегда приятно там побывать. Ну, и, наверное, пока не в завершении, вот, но, так сказать, чтобы, если кто-то есть новые у нас, ну, в принципе, не то, что новые, а вообще кратко окунуться, что было за прошлый год, то можно посмотреть итоги 22-го. Вот, Анатолий Иванович полностью рассказал там за 20 минут, что было достигнуто, какие планы на будущее, поэтому, вот, кто не смотрел, посмотрите. Сейчас переведено на несколько языков, вот, это английский, венгерский, вьетнамский, индонезийский, испанский, итальянский, немецкий, словацкий, французский, химический, индийский, чешский, киргизский. Ну, в общем-то, можно посмотреть без проблем. Вот, ну, и, переходя чуть-чуть дальше, вот, адресные проекты, линейные города, вот, ну, вот, пример тоже такой визуализации станции в городе, люди снизу, вот, и многоуровневая такая вот струнно-транспортная развязка. Вот, ну, и это может быть за городом, то есть, сама пересадочная станция может быть не обязательно там одна-двухэтажная, она может быть вот такой высокой, то есть, до 100 метров, ну, может быть, и выше башни. То есть, ну, вот, кстати говоря, в своем интервью, вот, Анатолий Дарвич упомянул, что один из проектов на сегодняшний день рассматривается, где станция будет находиться на высоте 70 метров, то есть, это где-то в районе 20-25 этажа. То есть, это, ну, вот такой вот как раз концепт сейчас тоже проработки. Вот, ну, и дальше тематика U-City, городов U. Здесь мы видим вот эти башни, соединенные между собой струнными дорогами, вот, и где люди живут вокруг этих башен. То есть, башни это, по сути дела, некий офисно-торгово-развлекательный, либо офисный, либо может быть жилой. То есть, абсолютно любого назначения могут быть здания, где есть станции пересадки, вот, в общем-то, могут быть там, ну, в общем-то, любые кинотеатры, и магазины, и поликлиники. Вот, ну, а люди, в общем-то, живут в частных домах вокруг таких станций. Вот, то есть, в общем-то, такой вот концепт шахматного города. Вот, либо вот здесь мы видим линейного города, который просто вытянут в одну длинную-длинную-длинную такой вот город. Вот, ну, и сам концепт, он очень обширный, над ним можно работать, то есть, кластерное поселение, то есть, ну, тут полет фантазии большой, то есть, много разных проектов уже придумано. В общем-то, ну, и так, переходя к потенциалу, то есть, вот такие дороги, они, в общем-то, востребованы во всем мире, вот, ну, и потенциал, там, до пяти, то есть, это миллионы-миллионы километров дорог, вот, ну, то есть, если все это соединить еще в такую общую сеть, то, в принципе, это, ну, можно покрыть вот такую территорию, там, до пятидесяти миллионов километров дорог. Вот, ну, и переходя к текущему дню, сейчас находимся мы в преддверии пятнадцатого этапа, это последний, в общем-то, этап пятнадцатый, где необходимо достроить как раз-таки высокоскоростную трассу, вот, длиной двадцать километров, вот, ну, и трассу для контейнер-перевозок. Что касается трассы для контейнер-перевозок, она фактически уже вот-вот ее завершат, то есть, уже проходит ее параллельно с ее монтажом происходит ее сертификация, вот, ну, соответственно, то есть, ну, можно сказать, уже ее так в уме, держа ее почти завершили, вот, я думаю, что как раз и будет переход на пятнадцатый этап, как только ее покажут, вот, ну, и двадцать километров, это, по сути дела, остается задача, чтобы, ну, на короткой трассе Беларуси на одном километре больше ста километров в час разогнаться не удается, потому как надо еще успеть затормозить, вот, ну, то есть, двадцать километров, это, в общем-то, задача как раз-таки на следующий, на пятнадцатый этап, вот, ну, и для тех, кому нравится технология, кто разделяет ценности, кому нравится эта идея, кто хочет пользоваться таким транспортом, таких людей много, вот, из 2014 года поддержали проект, вот, есть специальные пакеты, вот, для поддержки, то есть, это и студентам, малышам, и, в общем-то, бизнесменам, домохозяйкам, то есть, на любой кошелек есть возможность поучаствовать, вот, и рассрочки ежемесячные, и разовые, то есть, в общем-то, тут можно в личных кабинетах своих все это найти, вот, ну, и взамен каждый человек, который поддержал технологию, он получает некую свою долю, вот, эта доля будет записана в реестре, где будет указано количество долей, там, одного, там, до ста, либо, ну, в общем-то, кто на сколько зашел, вот, и все это характер специальных, которые потом в дальнейшем будут при успешном реализации проекта конвертироваться в акции, в акции будут выводиться на биржу, на бирже, в общем-то, все это может торговаться, ну, а сейчас, так как проект пока еще на стадии, можно сказать, уже, ну, стадия предзавершения, то есть, есть специальный дисконт, он, дисконт с каждым месяцем уменьшается, вот, ну, в общем-то, можно принять участие и поддержать, ну, и дальше эти доли могут и передаваться и по наследству, вот, и приносить какие-то дивиденды, иметь рост, то есть, в общем-то, такой вот актив, который, ну, может кому-то показаться инвестиционно привлекательным, вот, вот, так что поддерживайте проект, взвешивайте риски, поддерживайте, получайтесь, информации много, вот, ну, и переходя к новостям, я вот смотрю по таймингу, у нас как раз 20-30, сейчас еще раз напишу Олегу, как он тут на связи, либо нет, вот, и пройдемся по новостям. Так, ну, новости на этой неделе. Так, если кратко, то самое-самое главное, это, по сути дела, наверное, форум Шарджи, инвестиционный форум, вот, ну, и, в общем-то, вокруг этой новости, ну, в общем-то, все и, можно так сказать, крутилось. То есть, инвестиционный форум Шарджи, это такой, одна из ведущих инвестиционных конференций в регионе Ближнего Востока, вот, из Северной Африки, проводится под патронажем его высочества доктора Хусейна Султана Бен Мухаммада Аль-Касими, члена Верховного Совета и правителя Шарджи, то есть, на самом высоком уровне, то есть, под эгидой правительства Шарджи, вот, ну, в общем-то, это шестой инвестиционный форум, который состоялся 8-го и 9-го года. 9-го февраля 23-го года в конференц-зале Аль-Джавахер. Вот, тема, пересмысление экономики и достижение существенных результатов во имя лучшего будущего. То есть, ну, немножко такое размытое, вот, но пересмысление экономики, интересная, мне кажется, вот это вот будет такое ключевое фраза, вот, ну, и посвящена, получается, последним успехам в области финансов, банковского дела, окружающей среды, возобновляемых источников энергии, навыков цифровой эпохи, а также будущим технологиям, формирующим мир инвестиций. Ну, и, в общем-то, среди почетных гостей были Мохаммед Аль-Мушарах, генеральный директор офиса Шарджи Ризван Саджан, основатель и председатель Danube Group, Джамал Саид Бузанжал, директор отдела корпорационной коммуникации торгово-промышленной палаты Шарджи, Мохаммед Аль-Хаза, директор, гендиректор, член Совета директоров Emirates Industry City, а также Хусейн Аль-Махмуди, директор парка исследований. Ну, в общем-то, так как форум проводится на самом-самом высоком уровне, то здесь и гости были такие соответствующие. В общем-то, ну, в течение двух дней тоже одно из изюминок данного форума был как раз-таки транспорт U-Sky. В общем-то, ну, надеюсь, были какие-то подписаны инвестиционные. Ну, говорить пока мы не можем, но что-то, возможно, мы что-то узнаем. То есть, как все-таки прошло, какие результаты были достигнуты. Ну, и второе у нас, что прошла международная встреча лидеров Бельгии и Нидерландов. Это уже переходя к делам наших партнеров 26 февраля, января, немножко это получается чуть-чуть уже такая новая запоздалая, но как отчетная скорее на новогоднюю встречу Бельгии собрались лидеры СВЦ из Бельгии и Нидерландов. Около 100 участников, активных партнеров, обсудили опыт прошлого года, вот, и поделились планами на 23-й год. Ну, и здесь приезжал тоже Кристиан Фандер Вайвер из Амбассадора Нигерии, вот, Франсишек Солар был, ну, в общем-то, Ирина Волкова, Владислав Волков познакомил участников с особенностями подготовки адресных проектов. Встреча, организованная в онлайн и в оффлайн форматах, прошла в дружественной и теплой обстановке. То есть, ну, в общем-то, работа ведется не только на фронте создания технологий, но, в общем-то, и на фронте партнеров, продвижения, вот, финансирования проекта. Вот, ну, и приходя, опять же, к новостям кабинета, то есть, напоминаю, что у нас есть пакеты Face of the Future, можно делать вот такие вот вещи, будет это активно до 17 февраля, то есть, ну, возможно, потом где-то как-то продлят, но, в общем-то, хороший дисконт, хороший памятный вот такой вот голограмма, это будет у нас крутиться в нашем музее в Марьиной Горке, то есть, когда будут гости, делегации, можно будет приходить, смотреть, ну, и, в общем-то, не только свою фамилию там или имя на потолке, ну, и, в общем, такие вот красивые голограммы можно тоже там себе организовать. Так, ну, и переходя сейчас уже к новостям, как раз-таки из Дубая, вот, сейчас посмотрю еще раз, как у нас там Олег на связи, либо нет, ну, вот, ну, пока, пока, пока непонятно, вот, сейчас попробую его набрать. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, пока идет сигнал. Ну, что интересно, там, в Эмиратах, голосовые звонки ни WhatsApp, ни Telegram, ни Viber не работает, то есть, может только отсылать надиктованное сообщение, вот, почему-то так. То есть, либо звони обычной связью, либо, ну, надиктовывай, либо переписка. Вот, ну, так, пока ответа нету. Ну, еще подождем, кстати, может быть, кто-то хочет, кто-то у нас тут есть, выступить может кто-то хочет, вот, ну, и вопросы какие-то есть. Так, ну, пока, пока ответа нет. Попробую на Telegram, что-то набрать. Так, ну, в Телеграм вообще не соединяется. Ну, в общем, видимо, раз Олег не зашел, то, наверное, все-таки связи нет, к сожалению. Вот, ну, картиночки, видите, он прислал кое-какие. Вот, так что, в принципе... Но сегодня выходили через Zoom на связь днем. Вот, ну, заряженные все, то есть, и был и ужин там с Анатолием Эдуардовичем, вот, и фотосессия, и очень заряженная команда из Вьетнама, и киргизы, и там уже все, уже друг друга, многие там и знают. То есть, это такая встреча, они... Ну, встреча довольно узкая, вот, ну, и там, сколько там, наверное, человек до 30, да, и, в общем-то, в таком узком формате, в теплой атмосфере. Вот, ну, видимо, ну, раз уже с Олегом не получилось у нас, ну, к сожалению, то есть... Хотя с утра мы, в принципе, Мирополис тестировали, он работал, вот, но... Видимо, тогда уже через неделю Олег сам все это расскажет. Вот, я еще пока сделаю еще одну попытку дозвониться, вот, если нет, то тогда, наверное, будем завершать. Так, еще можно попробовать нашей Ане позвонить, может быть, Аня будет на связи. Так... Так... Аня будет на связи. Так... 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 ладненько в общем связь не удалось вот кто видимо ждал прошу прощения что ну так 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 таковы у нас уже